Череду рождественских богослужений в одном из самых больших и красивых храмов мытищинского благочиния продолжил викарий московской епархии архиепископ Можайский Григорий. Архиепископ Можайский Григорий приехал в Мытище 8 января. В Христорождественском соборе он совершил божественную литургию. Ему сослужили благочины Мытищинского округа протеерей Дмитрий Оловянников, настоятель храма протеерей Олег Шленов и другие представители духовенства. По окончании обряда владыка обратился с архипастерским словом к священнослужителям и молящимся. Рождество Христово – это наша надежда, это радость всего мира. И поскольку в этот день церковь отмечает через этот праздник воплощение Сына Божия, Боговое воплощение происходит. Викарий московской епархии поздравил мытищинцев с Рождеством Христовым и передал им приветствие митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. Встреча с архиепископом Можайским Григорием для верующих всегда долгожданная. Услышать его напутствие хотят и те, кто радуется светлому празднику, и те, кому нужна поддержка в непростой жизненной ситуации. Поэтому поутру, когда служит владыка, в храме Рождества Христова всегда многолюдно. Молодежь приводит своих малышей, взрослые дочери и сыновья сопровождают престарелых родителей. Архиерейская служба всегда такую благодать и радость дает души, что трудно описать словами. Моей матушке 97 лет, и мы с ней ходим и радуемся, и молимся Богу во славу Божию. Спасибо вас с праздником. Этой традиции уже не один год. Все прихожане храма Рождества Христова отмечают, что божественную литургию, совершаемую архиепископом Можайским Григорием, сопровождает особая энергетика. Очень красиво, приятно. На самом деле, совершенно другое ощущение. Чем старше и почин, тем больше ощущение от дачи. Правда, очень приятно. Строительство храма Рождества Христова, который сейчас украшает центр города Мытищи, было задумано 18 лет назад, в год празднования 2000-летия Рождества Христова. Тогда, на том месте, где сейчас возвышается собор, появился закладной камень, который осветил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Первые молитвы под этот купол вознеслись летом 2005 года. С тех пор храм Рождества Христова стал центром духовной жизни мытищенцев. Надежда Трифонова, Константин Химичев, информационная программа «День». Продолжение следует... Продолжение следует...